Настало время зашкварных историй. Я вас попросил в своей группе ВКонтакте писать самые кринжовые, стыдные истории в комментиках под постом, и вы написали кучу историй, и все они достаточно интересные, но я выбрал только самые интересные. Лучшие из лучших. Те, которые побили все рекорды. Поехали. Сидел пердел и исполился. Грустный смайлик, грустный смайлик, грустный смайлик. Ну шо поделать? Сидим пердим. Я пересмотрел все видео Рикардо Милоса. О, боже мой, это, это бан. Не, ну это бан. Это, это стопроцентный бан. Я удаляю этот коммент, потому что это жесть. Когда я был в гостях, я очень сильно хотел пердеть. Как-то раз я не выдержал и на всю комнату напердел. В скобочках самая стыдная история. Это, это было мощно. Это было мощно. Я один раз перепутал какую-то толстую девочку с огромным мужиком, который меня бы отпинал за 2 секунды. Что? Эту картину я себе представляю вот так вот. Эй, эй, Дженнифер, привет! Ё-моё. Я один раз пошла выносить мусор, а на улице были какие-то подростки. Они сразу же начали говорить, типа, такая малявка работает прислугой для кого-то и т.д. На тот момент мне было 10. И кто-то из них сказал, иди, иди, только не подавись своим мусором. Меня это взбесило, а они, кстати, курили. Ну, я решила такая сякая выпендриться и сказала, а ты своей сигареткой не подавись. И в этот момент я споткнулась и упала прямо на мусор лицом. Ооооо! Блин, ну, это печально. Да, это кринжово и грустно. Могу единственное посоветовать, нести мусор за спиной и не смотреть эпично назад. Йоу. Я сидел и ждал Новый год, и что? Встретил я его, но на меня упал шкаф. Было больно, но я вытерпел. Поломал iPhone X. Этот телефон моего папы. Меня набили. Столько неприятностей было в один Новый год. Да, поломать iPhone X и когда на себя падает шкаф, не есть круто. А что нужно было сделать со шкафом, чтобы он упал на тебя? Ты должен был подойти к нему и начать его вот так вот шатать и говорить, я твоя труба, шаталь. И тогда он точно на себя упадет. Перепутал пиво со спрайтом. Пошел в гости к бабушке, а бабушка меня отхерчила, когда отдыхнул. Как можно было перепутать пиво со спрайтом? И стоп, ты просто взял вот пиво, да, вот пиво, выпил его все. И такой, черт, это был не спрайт. Да, это кринжово. Кринж. О, ма. Шел я такой по школе и меня толкнули. Из моего кармана упал телефон и он разбился. Ну, я со злости разбил планшет того мальчика. Мне стыдно. Мне кажется, ты разбил планшет другого чувака. То есть, вот так идешь, у тебя телефон выпадает из рук и ты такой, Это ты меня толкнул? Он такой, нет, нет, это не я, это он. И ты такой, подхож, берешь его планшету так вот, кидаешь на пол, начинаешь его топтать, а потом такой, черт, так это ведь был не он. У этого чувака синяя куртка, а не зеленая. Оу. Ну, в общем, ко мне приходит друг и мы садимся играть в PS4. Приходит бабушка, видит моего друга, я тогда отходил. И начинает его обнимать крепко-крепко, со словами, Внучок, я так тебя люблю. Прихожу я и начинаю орать в голосину. Как твоя бабушка не узнала тебя? Типа, твоя бабушка перепутала. А, все вы внуки на одно лицо. Недавно я позвала свою подругу гулять. Она отказала, сказала, мол, дела сегодня не могу. Пошла гулять одна. Гуляю уже минут 40 и тут вижу свою подругу. Подбегаю, прыгаю на нее и ору. Дела у нее! Звездочка. Оказалось, что это не моя подруга, а совершенно другая девушка. Стыдно. На самом деле у меня были такие же ситуации, когда я шел по парку, вдруг мне показалось, что я увидел своего знакомого. Подбежал, хлопнул его по плечу, наборачиваюсь. Я тебе сейчас хлопну по лицу, а это другой мужик. Вот как-то так. Иду я по улице и вдруг обосрался. Воздух, воздух, огонь. Да, это мощно. Это мощно. Это однозначно мощно. Однажды я шла с папой по Икеи, говорила с ним про телефон. Ну, подарок мне. Потом смотрю и вижу, как я говорил в глаза это какому-то чуваку. Ну, сказал бы, иди купи, купи слона. Купи мне телефон. Вот так вот смотришь на него и говоришь. Купи мне телефон. Как-то раз в лагере у нас был военный праздник. Все были красиво одеты. Вчерашним днём лил дождь и все промокли. И были лужи. За 30 минут до выхода я пошёл на качели, под которыми были лужи. Залез на меня них и начал кататься. Что? Залез на них. Он, возможно, имел ввиду. Настало время выходить. И я спрыгнул с этих качелей. Куда вы думаете правильно? Лицом в лужу. После этого меня заставили идти таким через весь отряд в душевую. Мне тогда было очень стыдно. Мне это, кстати, чем-то напомнило сцену из Игры Престолов. Там, где шла Серсея, и все там такие вот этими камнями кидаются такие. Стыд, позор, фууу. Не, на самом деле это жёстко. Никогда не понимал, зачем так делают вожатые. Ну, а если ты сам решил пройтись через весь отряд, то ты не умеешь действовать по стелсу. Ладно, ладно, так уж и быть. Давайте я вам расскажу свои кринжовые истории. У меня их миллиард. Можно просто создавать отдельный канал с историями от пози, где столько кринжа, что вы просто офигеете. Кринжовая история номер один. Как мне нассали в ботинки, и я возвращался домой. Пришёл я к своему другу. У него был пёсик. Он взял, нагадил мне в ботинке. Я подумал, что да ладно, они же не мокрые. Типа, я смогу спокойно дойти до дома. Я надеваю тапок и понимаю, что он мокрый внутри. И моя главная задача не спалиться. Ну, типа, я же, я же всегда прав. Вы чё, чуваки? Всегда! В скобочках. Ну, я такой, да не, не, тапок сухой. А при этом девушка моего друга говорила, что может быть я всё-таки высушу твои ботинки, помою. Давайте тапочки дам. Мы как бы вот соседи. Я такой, нет, нет. Надеваю ботинок и такой, о май. Кажется, я вступил в Верри Шич. Ну и в итоге я добрался до дома с вонючими носками. Я их снял, и они воняют мочой. Просто ужас. Я их выкинул в окно и лёг спать. Наутро проснулся и понял, что это вовсе не кринж. Наверное, да? Ну что ж, на этом этот ролик подходит к концу. Ставь свой лайк, подписывайся на канал, если ты ещё не подписан. Ну и оставайся таким же крутым и весёлым. Adios.